Продолжение следует... ...западные санкции в отношении России и ответные реакции Москвы и как это трактуется у нас в странах, полезно бы выяснить исходные позиции, на которых находятся наши страны. В частности, я хотел бы, как вводную часть, рассказать о положении Армении накануне присоединения к Евразийскому экономическому союзу. И какие настроения сейчас в обществе, какие позиции у политиков. И все это, чтобы понять, надо рассмотреть и анализировать социально-экономические проблемы, а также внешнеполитическую обстановку в комплексе. А также внутриполитическую обстановку я хотел бы привести краткий обзор внутриполитической обстановки, потому что иногда определенные события, которые происходят в Армении, неверно трактуются в международных СМИ. В частности, 10 октября, во время подписания, когда президент Армении подписывал договор о вступлении в Минске, договор о вступлении Армении в Евразийский экономический союз, в Ереване проходил довольно-таки большой митинг. И этот митинг организовала тройка, так называемая, это три оппозиционные партии, которые входят в парламент. И сразу вот вечером украинские, украинские, российские газеты вышли с заголовками, которые примерно вот так звучали эти заголовки. Многописечный митинг в Ереване против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу. В действительности, этот митинг ничего против присоединения Армении к Евразийскому союзу не имел, а в основном там выражалось недовольство правительств, выражалось недоверие в работе правительств. Треть, то есть оставка правительства. Две партии из трех вот этих организовавших, которые организовали митинг, две из них явно пророссийские, это партия олигархов, просветающая Армения, и Органский национальный конгресс, во главе которого первый президент Армении. А третья партия, которая позиционирует себя проевропейской, это партия наследия Рафио Банисиана, но он из Запада, западный. Но перед рассмотрением в национальном собрании договора он объявил, что их партия будет голосовать, если будут некоторые пункты изменены в договоре. А в частности, речь ходила о возможном пункте таможенного контроля на границе Армении и Нагорного Карабаха, который присматривается этим договором. Можно констатировать, что политические силы, которые представлены в парламенте, они не против представления Армении к Евразийскому Союзу, за исключением нескольких депутатов. Ради справедливости надо сказать, что в Армении есть партии и политические деятели, которые выступают резко против представления Армении к Евразийскому Союзу. Но популярность и известность этих партий очень низко. И в основном за рамки интернет-сообщества не выходят. Ну а что интересно, вот если посмотреть результаты разных социологических опросов, которые на данный момент есть, население, какой процент населения против, какой процент населения за вступление Армении в Евразийский экономический Союз, они очень противоречивают эти результаты. И это зависит от того, кто заказывал эти социологические опросы. Ну если эти социологические опросы проводились институтами, которые близки к власти или финансируются российской стороной, они говорят, что примерно 65-70% населения за присоединение Армении к Евразийскому экономическому Союзу, примерно 25% против, но есть социологические опросы, которые проведены, скажем, неправительственными организациями, которые противоположный результат показывают. По их данным около 50% населения работают за евроинтеграцию, а за таможенный союз только 30-40%. Но можно отсюда так представить, что в населении, в обществе есть немалая часть людей, которые против. Это даже показывают социологические опросы, провластные, да, социологические опросы, они показывают, что 25% населения против присоединения к таможенному союзу. Отсюда возникает вопрос, если такая большая часть общества против таможенного союза, то почему основные политические силы, которые в парламенте или которые себя называют оппозицией, не выступают против, представьте себе, армении к таможенному союзу? Ведь это большая часть электората, и если вы, как бы, своим лозунгом делаете их желания, эта часть электората уже, как бы, пойдет за вами. Но вот тут, вот, для ответа на этот вопрос, необходимо рассмотреть и социально-экономическую, и внутриполитическую обстановку в республике. И такие внешние факторы, как зависимость России от Армении и региональный растворатив. Это ЕС, НАТО, США и соседними странами. Вот я коротко о тех основных факторах, которые вот определяют внешнюю политическую ориентацию этих политических сил, почему они в основном пара российские, вот социально-экономический фактор. Наверное, всем известно, что социально-экономическая ситуация в республике не в хорошем состоянии, и очень есть очень большая иммиграция, и в основном из-за легкости этой иммиграции направлена в Россию. То есть большинство мигрантов, рабочих мигрантов, они едут на заруберки в Россию. То есть, я думаю, что для населения, вообще для обычного гражданина, сейчас на первом месте стоит не внешнеполитическая ориентация страны, а больше экономические вопросы и вопросы выживания. Второй фактор – это политическое наследие в республике. Политическая элита Армении, своими кармами, восходит к советскому прошлому. Почти все политические лидеры, которые и сегодня во власти, и некоторые, которые в оппозиции, они бывшие из бывшей советской номенклатуры. То есть, властям более близок авторитарный стиль правления, следовательно, евразийский выбор дает им больше уверенности в возможности своей репродукции. Второе. За годы независимости никогда к власти в Армении не приходила оппозиция. Выборы всех уровней декларировали победу властей, и если оппозиция протестовала, то или этот протест под прессингом отклонялся, или власти и оппозиции приходили к каким-то соглашениям, в результате чего у власти оставались все те же люди, все та же политическая сила. Очень эллинские выборы в 2013 году, когда, по мнению некоторых людей, по мнению некоторой части населения, победил Рафиев Ованисяк, лидер партии наследия, прозаподный политик, во время, на одном из митингов, который после президентских выборов проходил в Ереване, он объявил, что намерен посетить Москву и встретиться с Путиным, чтобы принести победу из Москвы. То есть даже прозападный лидер, он надеется, что ему достанется победа не с помощью народа, не с помощью демократических каких-то институтов, а победа должна прийти из Москвы. То есть эта ситуация показывает какое положение на политическом поле армии. То есть политические силы, они думают, что все решается в Москве, и поэтому давайте будем пророссийскими, чтобы нам что-то отпало. Третий фактор, который, по-моему, имеет влияние на пророссийскую амитацию основных политических сил, это внешняя политика и расклад сил в регионе. К зануде независимости почти, ну, большинство экономического потенциала Армении перешло в руки российского капитала. Российский капитал доминирует в таких областях, как энергетика, это и производство и распределение энергии, и импорт и распределение газа, это и транспорт, Южно-Кавказские железные дороги, это и связь МТС, Билайн, Ростелекон, это и банковский финансовый сектор, это влияние российских банков значительное, это и барнодобывающая отрасль, это и тяжелая промышленность и прочие сектора экономики. В Армении также находится единственная военная база, которая осталась на Южном Кавказе, и военное присутствие России многими политиками, в особенности властями, объясняется тем, что они якобы обеспечивают безопасность страны. Во-первых, поставками дешевого оружия, во-вторых, они как бы обеспечивают безопасность и нейтрализуют угрозу, исходящую от Турции. Здесь вот надо отметить очень интересную вещь, когда вот в 2009 году началась так называемая шахматная дипломатия, это когда президент Армении и премьер-министр Турции договорились нормализовать отношения, что предполагало открытие границы между Арменией и Турцией. И жахманные называли футбольную дипломатия. Время футбольного матча, да. Эта футбольная дипломатия вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые политические силы говорили, что здесь предаются армянские интересы, некоторые говорили, нет, это в принципе нормально и демократично нормализовать отношения с соседской страной. Но почти все были уверены, что прогресс в отношениях между соседними странами и открытие границы означали, что угрозы уже со стороны Турции нет. И это означало также, что в защите России мы уже не нуждаемся. И вот когда в прошлом году, 3 сентября, президент в Москве совершил резкую перемену курса и объявил о приостановлении процесса ассоциации с европейским союзом и намеревании интегрироваться в таможенный союз, многие эксперты скромно были упрекать запад в том, что запад не довел до конца нормализацию отношений Армении с Турцией, что снизило бы зависимость республики от России или не дал других гарантий безопасности во время обсуждения ассоциации с европейским союзом. То есть, многие эксперты говорили, что много обсуждались экономические перспективы, вопросы, связанные с экономикой, с регулированием таможенных и других правил, но никогда не поднимались вопросы о безопасности. И хотя всем известно, добрые ассоциации это чисто экономический проект, но в данном случае мы видим и по примеру Украины какие проблемы этот проект вызвал. То есть, здесь также надо было поднимать проблемы безопасности. Насколько возможно обезопасить страны, давая им ассоциацию и надежду на членство Евросоюза от российских взрослых. Так, теперь перейдем уже к основной части, как социальные сети и СМИ реагируют на антироссийские санкции, на присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу, какие настроения вообще ее обсуждения проводятся в сети. Коротко, в Армении свободные медиа функционируют в основном в интернет-пространстве, это электронные СМИ. Телевизионный эффект в целом занят каналами, которые или представляют интересы властей, или подчинены олигархам и неоппозиционным политическим партиям. То есть, если есть какая-то объективная информация, ее можно найти в основном в электронных СМИ. А в телевидении только ведется пропаганда властей. И при освещении вопросов внешнеполитического курса страны, или при обсуждении вопросов отношений России и Украины, или региональных вопросов, телевидение и провластные масс-медиа в основном делают ударение на то, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе откроет огромный рынок для армянских производителей. Но они забывают отметить, что на данный момент внешний торговый оборот Армении с Европейским союзом больше, чем внешний торговый оборот Армении со странами таможенного союза России, Казахстан и Беларусь. Умалчивается также о последствиях санкций Запада на банковский сектор инвестиций и экономику Армении в ценах. И, конечно, обходится стороной вопроса суверенитета международных отношений и имиджа страны. И, также, передавая новости о России и Украине, также о санкциях, в основном телевидении передает точку зрения Москвы или близкую точку зрения, которая придерживается ответить на Москва. А эксперты, аналитики, политические и общественные деятели, которые критикуют присоединение Армении и Евразийскому экономическому союзу, имеют в основном доступ вот к этим электронным СМИ, о которых я говорил, так что они более или менее независимы. И они указывают на экономические и политические риски, связанные с интеграцией евразийско-экономическое пространство, принимая, также, во внимание, санкции против России. Какие экономические и политические риски есть, включая, также, антироссийские санкции, которые ждут страну. И я только что получил печальное известие, что в парламенте только что раз Питера уже был. Что я ожидал? Там несколько депутатов, которые... Сегодня? Ну, только что, да. Эксперты? Эксперты указывают риски и угрозы относительно безопасности и суверенитета страны в целом. Многие выражают обеспокоенность, что, вступая в этот союз, страна теряет не только экономическую власть, но и политическую свободу тоже теряет. Потому что Москва, создавая этот союз, это очень много говорилось и Путиным, и устами других российских политиков, что, создавая этот союз, они пытаются воспроизвести Советский Союз и хотя бы сохранить свое влияние на этом пространстве бывшего Советского Союза. А это означает, что Армения потеряет возможность развивать партнерские отношения как с Европейским Союзом, с НАПО, с США, а у нас даже сейчас при российской военной базе неплохие партнерские отношения с НАТО. Армения принимает участие в программе партнерства военного мира и в других программах НАТО. Это также приведет к тому, что Армения потеряет возможность самостоятельно решать и регулировать отношения с соседями с Турцией, с Ираном, с Грузией в том числе. И эта неспособность внести независимую внешнюю политику по мнению многих экспертов может плачевно сказаться на таком болезненном вопросе как на снародный Карабахский конфликт. То есть фактически получается, что вместо Армении этот вопрос тоже будет уже решаться в Москве. Сейчас перейдем к экономическим рискам. Какие экономические риски ожидают стран уже вступившие в Российский экономический союз? Вот как указал уважаемый Ильхан, первый раунд санкций, введенный в марте из-за Амексии Крыма, он не вызвал особой тревоги ни в российском обществе, ни в армянском обществе. Многие предполагали, что санкции затронувшие всего там 20 или 30 человек были, которые были близки к Путину, они не повлияют на политику России и США не смогут свою санкционную политику согласовать с Россоюзом и с остальными санкциями. Также второй раунд, вы помните, что после первого раунда наступил второй раунд санкций, он всего лишь пополнил санкционный список несколькими персонами из ближнего окружения Путина и фактически не оказал никакого влияния на политику России по отношению к Украине. Эксперты и уже политики серьезно обеспокоились ситуацией, когда наступили второй и третий уровень санкций, которые уже относились к целым секторам экономики и вводили серьезное обеспечение на рынок капитала и на экспорт передовых технологий в Россию. Уже тогда появились первые признаки смятения, когда стало ясно, что недоступность западных кредитов повлияет на рефинансирование внешнего долга российских компаний и постепенно недоступность западных кредитов, обвал цены на нефть и обвал Российской фондовой биржи привели также к обвалу российского рубля, что мы сегодня наблюдаем. Фактически рубль перешел в свободное падение. Уже ничто. Даже интервенция, которая произошла два дня назад центральным бандом о которой официально не сообщается но по неофициальным источникам 700 миллионов рубля. и это не влияет никак на инфляцию рубля. санкциям этом фоне каким было реакциям российских властей они вместо того, чтобы решить проблему, которая привела к этим санкциям они пытались изображать хорошую мину при плохой игре посредством информационной войны. На телевизионных экранах мы видели репортажи из Европы, где фермы якобы несут колоссальные убытки от ответных российских санкций, те представители западного бизнеса вот-вот свое правительство свернут или будет такой нажим, что Европа обменит антироссийские санкции и также все время целенаправленно я бы даже сказал сообщали вот разные социологические опросы, что президент имеет 84% поддержки, а политика властей аж на 100% россиян поддерживает политику власти. И я думаю, что это целенаправленно пропаганда, чтобы еще более внушить простому народу, что санкции нам не страшны. Но как известно, экономика у экономики свои законы, которые не подчиняются ни пропаганде, ни заведениям властей. И вот эти несбывшиеся прогнозы вы, наверное, помните, что всегда заявляли, цена нефти невозможна, не упадет ниже 90 долларов. И после этого цена падает аж до 70 долларов. Рубль недооценен и ничем не обеспеченный доллар не может беспрерывно расти. Как мы видели, это тоже всего лишь пропаганда. Запад под натиском российских санкций скоро будет загнивать и они не сумеют поставить Россию на колени. Но обычные россияне уже в своей повседневной жизни уже видят ежедневное подражение и исчезновение некоторых товаров в скорых магазинах. Также мы знаем, что учителя и врачи уже уведомляются об ожидаемых сокращениях и уже несколько массовых протестов произошли в Москве. В Москве все это привело к тому, что вслед за экономистами члены правительства вынуждены были заявить, что ожидается лицессия и дают уже неутешительные экономические прогнозы. Например, сегодня прочел, что Минэкономразвитие на следующий год вместо 0,5% прогнозируемого роста сегодня уже дает минус 0,7% то есть пойдет спам. Это по официальным прогнозам. И уже сейчас вот риторика российской пропаганды несколько изменилась. Если раньше они говорили, что нас не смогут поставить на колени, что эти санкции ничего не значат, а теперь уже они говорят, что во всем виноват запад, но русский человек он патриотичен, он готов прожить лишь на одной картошке, лишь бы Россия не сдалась. Сейчас вот уже риторика не истинит. В этом свете в короткое время выигрыша оказалась Белоруссия, которая, как известно, граничит с Европейским Союзом, и как бы уже отметил наш эксперт, они неплохо зарабатывали до последнего, когда введя ограничения также на поставки со стороны Белоруссии, и это очень огорчило президента Лукашенко, он как бы уже в жесткой форме заявил, что дает 10-10 России на то, чтобы отклинить эти... Он и этим тоже выиграл, Да, в Армении тоже параллельно заговорили о том, что возможно от российского эмбаркона европейских товаров мы тоже выиграем, однако опять же забывают указать, что Армения самозависит от импорта, в основном продовольственных товаров, и что невозможности сельского хозяйства и возможности перерабатывающей промышленности Армении не имеют того потенциала, чтобы не то, чтобы открывать внутренние потребности, но что-то вывозить в Россию, кроме несколько тонн в каждый год фруктов или что, это погода не меняет. Ухудшающаяся экономическая ситуация в России также отражается на экономике Армении благодаря падению объемов частных трансферов из России. Мы знаем, что ежегодно в Армению 85 трансферов, которые поступают в Армению, 85% трансферов они из России и они составляют 15% ВВП стран. Это очень значительный эффект. и вот по данным на август уже более чем на 9% по сравнению с августом прошлого года эти патолки этих трансфертов упал и ожидается, что в следующем месяце, то есть и в октябре, в сентябре, октябре, ноябре, и декабре, это снижение будет продолжаться. Также на начало ноября Всемирный банк понизил прогнозируемый рост экономики Армении в 2014 году цитата «из-за связи между российской и армянской экономикой транспортом из России влияние российского рубля на армянскую экономику». Комиссия тату «Еще вот несколько дней назад у нас тоже армянский транс очень сильно упал за один день примерно на 5% и сейчас продолжается падение уже если в начале месяца в начале ноября курс был примерно 410 сегодня можно встретить в армянниках 480 долларов 480 долларов за один доллар то есть значительно произошло значительная инфляция и армянской валюты многие выразили мнение что резкое обесценивание драмы связано с дефицитом долларов на российском рынке и что российские банки скупают валюту в Армении и как бы заобещают свои дополнительные нужды но центральный банк Армении привел объяснение цитирую изменение курса армянского драма продиктовано происходящими в последнее время на региональных и международных финансовых рынках событиями и способствует повышению экспортной конкурентоспособности экономическому росту созданию сохранению стабильных рабочих мест а также росту покупательной способности получаемых населим транспорт то есть люди получают из-за рубежа в виде долларов и рублей станут более богатыми и это повысит жизненный уровень но даже молочная продукция которая на местной базе уже на 10-15% подорожала в связи с подорожением долларов снижения кроме снижения трансферов многие эксперты указывают и такие факторы как инвестиции в экономику организм вот в годы независимости доля российских инвестиций в экономику организм составляла примерно 40% от общего аудиума инвестиций то есть это очень значительный фактор как мы говорили вследствие санкций у российских компаний у самих возникает нехватка свободных средств а также сейчас прерогативой для России являются инвестиции в Крым то есть а также удовлетворение аппетита таких крупных госкомпаний как Роснефть Казпром РЖД Роснам РТП и так далее которые как вы отметили сами запрашивают средства из Фонда Национального Благасостояния и как пишут СМИ вероятнее всего надо отложить в долгий ящик многие из крупных инвестиционных проектов которые намеревались осуществляться в Армении и финансирование которых связывалось с Россией к таким проектам относятся возобновление работы гиганта химической промышленности на ЭЛИТ хотели возобновить опять с помощью российского капитала то есть они вместо долгов перешел во владение российских банков также восстановление работы Ельбанского шимного завода проект постройки новой атомной электростанции автомагистраль Север-Юг железная дорога Веран кстати насчет железной дороги Веран можно наверное на этом проекте тоже поставить крест потому что мы знаем недавно российские железные дороги в Азербайджане подписали меморандум добрый меморандум по которому намеревается построить электрофицировать железную дорогу от первой стороны Азербайджана и далее в Россию уже дорогая железная дорога которая должна была построиться в Армении уже в принципе не нужна России 10 назад Азербайджан так? все ага все как раз самый интересный момент 22 октября Абрамян подписал сиранский договор о строительстве ирана армянской заводы ну здесь вопрос о финансировании еще не решено кем должно финансироваться ирана выразил готовность на своей территории до границы в Армении 80-32 км на территории то есть в принципе сейчас уже я думаю что инвестиций в этот проект не будет а автопакеты это же EBR финансирование автопакеты не только EBR в основном EBR там по-моему 60 процентов EBR а остальное правительство по-моему 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 так же так же в социальных сетях по-моему вхождение Грузии в зону свободной торговли еще более осложняет ситуацию в частности вот как некоторые эксперты отмечают пока что еще санкции не затронули Газпром потому что Европа нуждается в газе от Газпрома но интересный факт отмечается что если ситуация ухудшится и санкции также Газпром это будет означать что Грузия может оказаться вынужденной запретить транзит российского газа через свою территорию в Армении а это уже приведет снова к энергетическому кризису это тоже обсуждается несмотря вот на все эти отрицательные последствия антироссийских санкций на Армению представители власти продолжают успокаивать население вот некоторые цитаты тоже приведу интересные по умилению депутата национального собрания правящей республиканской партии и главы комиссии по финансовым кредитным и бюджетным вопросам Габики Минасяна цитирую вводимые против России санкции введенные против Москвы не относятся к другим участникам а наоборот открывают новые возможности для увеличения экспорта в Россию в России видимо вот да но видимо вот совсем не разделяет такую точку зрения министра экономики Армении который отвечает на вопросы журналистов заявил что потери в результате санкций против России будут посчитаны в конце года власть уже принимает что есть потери и эти потери будут посчитаны из-за санкций следует принимать во внимание что санкции США затрагивают и те компании в которых доля капитала попавших под санкции российских компаний превышает 50% а таких компаний в Армении множество в частности в банковском секторе что опять повлияет на бюджетные поступления и на возможности роста экономики и в заключение уже так суммирую в Армении как и в России власти а также провластные СМИ пытаются скрыться от отрицательного влияния антироссийских санкций на экономику стран также не проведено серьезных исследований и расчетов обосновывающих евразийский выбор страны ни с политической ни с экономической точки зрения опитные экспертами политиками острые вопросы и проблемы связи с интеграцией Армении в Евразийский экономический союз остаются без ответ в вопросе внешней политики Армении общество полиализовано эта разъединенность проявляется также при обсуждении многих вопросов ситуации в Украине отношений западной России антироссийские санкции и ответные действия Москвы а также введение внешнеполитического курса Армении проблем на Южном Тавказе и так далее очень много людей к сожалению попадают под воздействие пропаганды и не пытаются находить и анализировать разностороннюю информацию как я отметил телевидение находится под воздействием власти и оно не передает объективную информацию а большинство людей до сих пор получают информацию только о телевидении разнообразие взглядов и убеждений присутствуют преимущественно в социальных сетях и электронных СМИ которые имеют не подверженную цензуре но имеют ограниченную аудиторию и в конце я бы хотел вот очень интересный коммент сегодня нашел в фейсбуке это по поводу сегодняшнего послания Путина к федеральному собранию и один пользователь написал вот я послушал послание это послание президента Путина и только выписал отрывки фраз характерные данные речи Путина несмотря на внешние угрозы мы никому не позволим Россия занимает достойное место никто не смеет диктовать нам какие проблемы в экономике нет никаких проблем это происки врагов Россия находясь воображенном окружении развивается и так далее то есть можно все это просумевать в двух словах что враги враги кругом одни враги спасибо спасибо есть вопросы вы интересно эту вы подняли и раскрыли вот эти секреты иранно-армянской железной дороги меня удивило северный маршрут автомобиль и эти деньги тоже хотят забрать в Москву эти шестьдесят пять процентов регионов интереснее всего вот то что у вас внутриполитически происходит появился появилась фигура аэргена аруэра аэргена который более активен нежели уанесят который по-моему на среде что-то играет на чем более играет трудно понять тем более которые еще остались меня удивлять аэргена партия республика я не имею ввиду нет ли предпосылки для концентрации этих сил по-моему аэргена сейчас трудно что-то прогнозировать да на митинге позавчерашнем я тоже присутствовал когда аэрген пришел к национальному собранию со своими сторонниками митинг скажу не многочисленный всего 50-100 человек было но кроме фигуры аэргена никого из известных политиков не было не появляется который ушел как эксперт ну он тоже прозападник критикует российскую ориентацию шахна взяли что интересно вот вот вы сказали попытки разразлить вот эти маленькие ванцы наверное существуют несколько дней назад произошел такой случай в разных местах города сожгли машины есть такое движение которое называется ой я сейчас забыл название это не правые демократы а ну там собрались несколько политиков не очень известно там и так далее альтернативно альтернативные парламенты в этом роде и они тоже в принципе выступают против присоединения Армении к российскому интеграционному проекту и вот нескольких разных частей города сожгли шесть или семь машин и избили одного их последователей в городе я считаю что это тоже связано с попыткой оптимизироваться этим силам или попытка предупредить или под стратом держать не знаю но есть какая-то попытка попытка популяризировать именно эту группу в ладах общественности потому что аэриканы не преследуют хотя он явно и вдруг какая-то группа которой никто не знает то их популяризируют возможно а даже у меня было впечатление что я когда лёва мы дружим и у меня была очень интересная беседа он провел митинг я спросил не заняли ли вы лошадь ту на которой реально могли править митинг анти он он улыбнулся конечно нет мы забронировали да именно забронировали а у вас не создаётся ли это впечатление что это место было занято перед оперным театром именно 10 числа для того чтобы реальность оппозиции не пришла я бы сказал после 2008 года фиоскоп национального конферса членом который является зуробьян они не смогли прийти фактически к власти их просто подавили их невосстание подавили 1 марта когда 10 человек расстреляли и после этого по моему мнению они пошли на какой-то сговор с властями и фактически вот заняли нишу оппозиции чтобы на этом пустом месте не возникло другой силы и сейчас я не вижу разницы политики властей и той политики которую они предлагают поэтому и Давид и Карабет Рубинян и Алсуманян кстати сегодня не подтверждены еще данные там только 4 депутатов проголосовало в процессе это Арсуманян бывший бывший он из национального конкреса но он бывший министр внешне Арсуманян Зауэй Постанчян из наследия Николь Варчинян и и еще так Тебос Тебос в прошлое в прошлое тариф за основной теме не вообще ситуация в Армении а в том как воспринимаются сами аргументы путинской пропаганды против санкций есть вопросы а то есть вопросы на что развалится наши слушания мне интересно в принципе в соцсетях как обсуждается тем тема санкций влияние на Армению если те кто упорно доказывают что нет наше ведет верным курсом если те кто говорят куда то не туда есть и те и другие и как я отметил общество поляризовано и вот та часть общества которая настроена так скажем пророссийски оно какие аргументы ты не приводишь оно приводит и находит по-своему свои контраргументы и пытается доказать что нет Россия все-таки сможет из-под санкций выйти это никак не подействует мы тоже в принципе выйдем с выигрышем и есть да масса которая резко у меня такой технический вопрос когда вы говорили насчет социсследований какие компании проводили эти социсследования например Gallup International Gallup International кем он был нанят сейчас я нет правительством или неправительственным сектором так нельзя сказать что правительство пытается отстраниться но оно как бы нанимает руками скажем проправительственных НКО или руками скажем тех же неоппозиционных партии то есть по результатам Gallup получилось по результатам 57% за вступление в таможенный союз против только а изомар не проводил европейская социологическая служба не видел другие какие-либо те кто давали те кто давали противоположные результаты насколько можно такие же ли они авторитетные как ну конечно не такие авторитетные но кто это я бы не стал считать эти результаты сколько-нибудь объективными не во первых очень большой 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 во многом зависит где исследования проводятся в Ереване или скажем в районе вне Еревана какие возрастные группы охвачивают вопрос например если среди молодежи то большинство наверное я так думаю против выскажется если среди более взрослые группы то за и как задается вопрос это тоже очень важно но просто эти стандарты эти простите но эти стандарты галопы за и задом мы по нему если мы будем настаивать я просто хочу вы я хочу выяснить насколько объективны те кто говорят что большинство не не хочет вступ не думаю что и там есть объективность и результат который показывает что примерно 70 процентов против это проводила проводила НКО которая по заказу который резко выступает против и я этому результату тоже не вижу надо отметить что серьезных исследований объективных исследованиях несмотря на важность вопросов не было еда не я это